Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Вот, Маргарина, может быть, да, это тема сразу, собственно говоря, защиты животных. Многие ведь сейчас выступают против использования животных для медицинских опытов, для каких-то, ну, даже научных экспериментов. И более того, даже доходит дело до того, что, по-моему, в Америке вот зоозащитники стали требовать, запретить использовать собак-поводырей для слепых людей, что это, дескать, тоже использование вот рабского труда собак. Ну, это уже, ну, просто там вызвало крайнюю степень возмущения. Говорят, ну, как же так? Вообще и собаки сами, ну, привыкают к человеку, им это нравится, ну, помогать людям. Ну, вот где эта граница? Ну, очень тяжело определить эту границу. Например, я сама не являюсь веганом, и у меня вот такая вот позиция по поводу животных тоже вот двоякая. Естественно, я категорически против использования животных в различных экспериментах, особенно тогда, когда какие-то продукты уже давно были экспериментированы, и все результаты известны. Например, до сих пор мы тестируем на животных такие продукты, как зубная паста и косметика для лица, которая была уже изобретена сотни лет, мы все равно продолжаем это делать. Ну, конечно, такие вещи в медицине, как, например, использование свиных костей, чтобы вставить это в человеческий организм, там, например, заменить ногу и так далее, конечно, это помогает человеку, и мне кажется, что с развитием медицины такое должно происходить. И мне кажется, что использование животных имеет место быть, если есть к этому рациональный подход. Ну, то есть, такого одного общего ответа нет, получается. Он больше такой индивидуальный, и каждый, не знаю, активист решает для себя сам. Я считаю, да, что каждый сам решает для себя, где он стоит и где является его мнение. Я считаю, что использовать животных можно, я считаю, что зоопарки имеют место существовать, но все зависит от того, как это происходит и как люди относятся к животным, как они их заботятся во время их жизни. Ну, если вообще заглянуть в историю, к сожалению, ведь очень печальный действительно опыт, потому что сейчас даже доказано, что человек, продвигаясь по планете, то есть, если мы говорим о 10, 15, 20 тысяч лет назад, он уничтожал очень многие виды животных, именно как охота, и очень многие виды животных были истреблены, и до сих пор происходит их исчезновение. Вот что делают, скажем, экологи, экозащитники, активисты для того, чтобы препятствовать этому? Ну, смотрите, тоже интересный вопрос, потому что очень многие защитники животных категорически против таких вещей, как охота, рыбалка и так далее. То есть, сразу нет, и, в принципе, у многих людей нет объяснения, почему нет, почему нет, потому что это жестоко, да. С одной стороны, это все правильно, но, к сожалению, мы живем уже в такое время, когда человек, ну, в принципе, половину животных истребил, природу всю испортил, и животным, они просто не могут находиться в дикой природе, где их никто не трогает. И уже существует в природе дисбаланс. Например, я возьму такой пример, как олени в Великобритании. Человек избавился от хищника, от волка и рыси, и оленей стало слишком много. Из-за того, что оленей стало слишком много, они стали есть все деревья, и нет возможности деревьям расти. То есть, появляется маленький росточек, олень сразу приходит и его ест. И если это не контролировать, хищника нету, олени будут плодиться слишком много, и деревьев просто не будет. Поэтому здесь, естественно, должен существовать какой-то контроль. И в Великобритании он есть, и разрешено в определенные периоды года отстреливать определенных особей, определенного возраста, определенного пола и так далее. И то есть, естественно, если это государством контролировано, и существуют специальные правила, то я не считаю, что в этом есть что-то ужасное. Но когда люди просто идут охотиться, просто берут ружье из дома, и такие, а, сейчас пойду, убью, принесу семье, то, да, естественно, это никому не помогает. И особенно, когда люди это делают с дикими животными, например, в Африке, который так исчезающий вид, просто для развлечений или для того, чтобы повесить дома над окном, то, конечно, в этом нет смысла. Я считаю, что это жестокость необоснованная абсолютно. Ну, в Великобритании хорошо, вот эти оленей, разрешение на их охоту на них, а в Латвии что? У нас тоже, я не особо знаю, какие у нас законы, не могу назвать конкретный закон, но я знаю, что они тоже существуют, и у нас тоже есть определенные периоды, когда разрешен отстрел оленей, и это тоже, в принципе, государством контролируется. Но вот как люди к этому относятся, и смотрят ли они на эти правила, когда они идут заниматься охотой, этого я уже не знаю. Но вот люди, они обычно вообще, мне кажется, задумываются только, когда, ну вот, жареный петух, вот говорят, клюнет в одно место, то есть, когда они вдруг понимают, что что-то изменилось, какие-то виды животных исчезают, тогда они хватаются за голову, пытаются что-то исправить. А вот как, например, вот хрупкая, красивая девушка становится вот зооза... Ну, вот как вы пришли вот к этому? В какой момент и почему? Почему вот решили влиться в ряды защитников животных? Почему, честно? Я не знаю, почему. У меня никогда, я когда, ну вот, в детстве росла, у меня не было какой-то такой невероятной привязанности к животным. У меня в детстве был кролик, и он все время в коридоре стоял в углу, и я на него не обращала внимания, и мне как-то было все равно, есть там он или нет. И, ну, вот как-то у меня не было такой вот невероятной любви к животным. Да, конечно, мне нравились там кошки и щенки, но как-то, ну, как у всех остальных детей. А потом, когда я закончила школу, я поехала работать на круизном лайнере, и там в первый раз меня отправили на Аляску. Я первый раз поехала, вот, первый раз за границу, меня сразу отправили на Аляску. Там родители думали, что все, я не вернусь, что меня там съест белый медведь и так далее. Я туда поехала, и первый раз в дикой природе вообще увидела какое-то животное. В Латвии я никогда не видела дикое животное в природе, кроме зоопарка. А там я первый раз увидела китов и дельфинов, и касата, как они плыли за нашим кораблем. И я вот помню, как сейчас эта эмоция у меня никогда не забудется, потому что у меня вот жизнь реально разделилась на до и после этого момента. Я стояла и думала, ну, у меня просто переклинило. Я думала, ничего себе, такое бывает вообще, такое бывает в дикой природе, что вот животные могут просто плыть за кораблем. Не сидеть в клетке. Да, 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 и что это все так красиво, здесь вот эти вот айсберги, киты. И я думаю про себя, я тоже хочу, я хочу, чтобы моя жизнь была связана с этим. Я хочу видеть диких животных в течение своей жизни. И это просто была такая мысль. А потом я записалась на экскурсию, чтобы посмотреть на этих китов поближе. Там можно было на маленькой лодочке к ним подплыть. И ребята, которые работали на этой лодке, они рассказывали какую-то информацию. И я с ними очень тесно познакомилась. И в этом порту мы были каждую неделю. И я каждую неделю приходила к ним на лодку. И вот через какое-то время, я там два месяца была, через эти два месяца мы уже так подружились, что они давали мне какие-то задания на этой лодке. Там тоже рассказывать что-то туристам. И как-то вот я стала таким, каким-то непонятным участником этой организации. И я вот просто в них увидела, что существуют люди. Когда я жила в Латвии, мне всегда казалось, что смысл жизни – это зарабатывать деньги, иметь хорошую работу, выйти замуж, что еще говорят родители. А когда я была на этой лодке, я просто увидела, что счастье заключается совершенно в других вещах. И вот этим людям не нужны какие-то там дорогие телефоны, рестораны, куда-то там ходить, кого-то убеждать, что они счастливы. Вот они просто просыпаются с утра, они знают, что то, что они делают, это важно и это нужно. И я просто подумала, что я тоже так хочу. Ну и вот после этого начала учить зоологию, потому что я думала, сейчас просто я, не знаю, где-нибудь начну работать. Но потом я поняла, что без образования в этой сфере как бы совершенно невозможно, ну, вот это знание. А какие знания нужны? Ну, я учила поведение животных и зоологию. В принципе, ну, вот предметы, которые мы учили, они совершенно разные. Затрудняюсь на русском сразу так перевести. Но это не в Латвии, я правильно понимаю? Нет, нет, я училась в Англии. И совершенно разные предметы. От там написания диссертации по поведению животных. Там, например, вот я делала ресерч в Коста-Рике. Там было четыре примата, которые раньше были домашними животными. Их вырастили в неволе. И их, ну, это была контрабанда, это было нелегально. В Коста-Рике это запрещено законом. Их хотели выпустить на волю. И перед тем, как их выпустить на волю, нужно понять, смогут ли они на воле существовать или нет. Есть определенные аспекты, по которым это можно изучить, смотря на их поведение. И вот мой аспект был то, как они реагируют на хищников. Есть ли у них вообще какой-то ответ. Когда они видят хищника, они просто такие, а, ну, окей, сейчас меня съедят. Или они что-то делают. И что именно они делают. И достаточно этого, чтобы они существовали и выжили в дикой природе. А если можно вкратце, как вот именно этот аспект изучать? Мне стало интересно. То есть их дразнить нужно? Да, тестировать разные звуки. Смотреть, как они реагируют на звуки разных хищников. Смотреть, какой продолжительностью и периодом они реагируют на эти звуки. Куда они бегут. И, например, кого мы изучали, это были сквиррл манки, пельчи, пельчи обезьяны. Такие маленькие. Карликовые обезьянки. Да, такие маленькие, желтенькие. И они вот такие, ну, группные животные. То есть когда у них все хорошо с поведением, то они держатся в группе. То есть если хищник нападает, то они не могут убежать одни в сторону. Они не держатся в группе и вместе убегают в одном направлении. И там, например, была обезьяна, которая всегда убегала в одну сторону. Ну, одна. И, ну, и в конечном итоге результат был этого ресёрча, что, ну, вот эта обезьяна не смогла бы выжить в дикой природе и её не выпустили. И как дальше? Её продолжили обучать? Нет, здесь нечего обучать. Либо как бы это есть, либо нет. Ну, и эта обезьяна осталась жить в этом питомнике как бы до конца дней своих. Ну, то есть ты спасла ей жизнь, можно сказать так. Ну, можно сказать и так, да. Но в этом моменте никогда не знаешь, всё-таки это человеческий фактор. Какое мы имеем право решать за эту обезьяну, сможет она там выжить или нет. То есть по факту мы всё равно должны её выпустить. Это дикая природа и посмотреть, что с ней случится. А вдруг она всё-таки выживет? Вдруг мой ресёрч, он неоправданный? Пожизненная получила обезьяна. Да, да, да. То есть это как бы... Я надеюсь, что я всё-таки спасла ей жизнь, но... Приятнее в это верить. Такой спорный вопрос. Ну, если всё-таки немножко вернуться назад к Латвии, потому что обезьяны в Коста-Рике, боюсь... Кстати, это тоже хороший вопрос. Вот защита животных в других странах, вот эта обезьянка в Коста-Рике, это важно в каком-то таком глобальном смысле или это именно вот такая локальная история? Ну, то есть, условно говоря, влияет ли это на общую какую-то ситуацию климатическую? Нет, конкретно вот этот подвид обезьяны никак не влияет. Ну, вообще в целом, то есть нет ли такого, что там, ну не знаю, человек уезжает в Африку, чтобы защищать природу в Африке и совсем не заботится, получается, о природе во всём мире? Или это такая большая работа, что где бы ты ни работал, это всё равно глобальная помощь? Да, я считаю, что где бы ты ни работал, это всё равно, потому что, ну вот все вот проекты, которые я делаю, ну вот сейчас вот делаю, они всё-таки более основаны не на том, что я помогаю какому-то определённому виду животных, и вот я фокусируюсь только на этом виде животных. Я также рассказываю об этом другим людям в социальных сетях, и вот то, как человек своим существованием влияет на нашу окружающую среду и этот подвид животных. То есть если все люди изменят своё отношение к тому же пластику и примут во внимание, что существует такая вещь, как глобальное потепление, это уже первый шаг к тому, чтобы помочь всем животным и нашей всей природе. То есть получается, что каждый человек, в принципе, в той или иной степени несёт ответственность. То есть я могу считать себя хорошим человеком, но если, например, условно говоря, я ношу мех животных, я выбрасываю пластиковую посуду куда-то мимо урны или просто в общую урну, не сортируя мусор, ну то есть много таких вот можно пунктиков найти, которые делают наш мир хуже. То есть вот, в принципе, нужно начинать с себя. Я не разделяю людей в этом плане на хороших и плохих, потому что, ну, кто я такая, чтобы судить, и когда я росла, и буквально там, я не знаю, 7 лет назад я носила мех, я ела мясо, я, ну, совершенно была, ну, совершенно для меня не были такие вещи очевидны, как защита окружающей среды, зачем оно надо, и могла и мусор кинуть на улице. То есть всё это зависит от образования того, какая информация приходит к человеку. Я считаю, что у нас в Латвии такая информация не всем доступна. И люди, которые хотят об этом знать, они будут об этом знать. А люди, которые, ну, как бы не знают, что существует такая информация, не знают, почему носить мех плохо, не знают, почему нужно сократить потребление мяса, то за что их винить? Нет, ну их мало. Не за что. Им нужно об этом рассказать. И вот когда людям рассказываешь про эти вещи, говоришь им, ну, вот, например, это не стоит делать или это нужно сократить по таким-то, таким-то пунктам. И если вы мне уже после этого говорите, ой, да ладно, это всё ерунда, не буду я так делать, у меня куча других забот. Тогда да. Тогда, возможно... Отношение изменится к такому человеку. Да, возможно, да. Ну, вообще считается, что Латвия достаточно экологическая страна, экологичная и зелёная в своём проявлении. Зелёная не есть экологичная. А в чём разница? Мы действительно... Наша страна, Латвия, в 2012 году, по-моему, была на втором месте в Европейском Союзе по зелёности. Но я сейчас зелёность воспринимаю так же, как, ну, вот, экологичная, да, но зелёность была определена по количеству деревьев, которые у нас находятся. А действительно, в Латвии очень много деревьев, и у нас столько красивых природных мест, и, ну, в Европе такого нет. Но, к сожалению, с экологией в Латвии у нас очень плохо дела обстоят. И переработка... Переработка... Ну, мы практически на самом последнем месте в Европе по переработке, по сортировке мусора, по каким-то образовательным вопросам в сфере экологии. В школе у нас об этом не говорят, не преподают. По телевизору нет реклам, которые людей обучают, как нужно сортировать. То есть мусорник поставили около дома, но люди даже не знают, что он там стоит, даже не знают, что с ним делать, куда там, что бросать, зачем и так далее. То есть, как бы, ну, мне кажется, что в нашей стране очень минимальные шаги предпринимаются в этом направлении. И весь Европейский Союз об этом говорит. Поднимают налоги на мусор, а из-за этого поднимают налоги и нам. Потому что Европейский Союз говорит, что Латвия, нужно что-то делать, мусора перерабатывайте мало. А Латвия что делает? О, поднимем налог всем жителям, тогда они будут меньше мусора делать, и тогда отчитаемся перед Европейским Союзом. Но, ну, как бы, это не решение вопроса. То есть, нужно больше информации. Каждому человеку нужно объяснять, получается. Ну, я считаю, что начало должно быть положено с государством, потому что, естественно, люди просто так не проснутся один день и не подумают, о, экология у нас в стране плохая, нужно мне что-то сделать. То есть, изначально государство должно, ну, вот, каким-то образом предложить эту информацию людям, и потом уже люди, поняв эту информацию, должны что-то с собой делать. Потому что ответственность же это. Я вот помню, меня поразил сюжет, который я видел по телевидению, когда объясняет один европейец, вот, говорит, вот чайный пакетик, вот я эту железную скобочку, которая крепится, отделяю отдельно, вот она идет в отдельный пакет, а сам пакетик идет в другой пакетик. То есть, меня это потрясло. То есть, вот насколько человек... В хорошем смысле или в плохом? Нет, ну, меня потрясло именно в какая ответственность у человека, что он, ну, вот, заботится об этом. Но почему? Я вам расскажу, почему. Возможно, я тоже видела такую передачу, возможно, мы говорим про одну, и, возможно, это все происходит в Швеции. И Швеция номер один сейчас. В Европе страна по переработке, по сортировке, вот вообще просто по тому количеству информации, которая людям предложена. То есть, ты выйдешь на улицу, и вот вся информация, вся реклама, которая на улице будет, она будет посвящена защите природы, с борьбой против пластика и так далее. И каждая компания, в принципе, которая появляется новая, у них вот это часть маркетинга, то, что мы хорошая компания для природы, мы там делаем наши ботинки из перерабатыванных шин и так далее. И люди такие, о, это та компания, которую я хочу поддержать. И мы там платим достойную зарплату нашим работникам и так далее. Потому что их воспитывают это с детства. Эта культура уже сортировки, переработки, она существует уже 20 лет. То есть, человек рос и ходил в школу, и у них был определенный предмет, когда у них стоит 30 мусорников, они дают ребенку вот этот чайный пакетик, и говорят, это твой экзамен, как переработаешь пакетик. И вот они учатся через все это. То есть, это закладывается с самого детства, со школы. И у них существует вот это, например, если вы мой сосед, и я вижу там из окна, что вы не туда мусор выкинули, я вам пойду об этом скажу, а меня проигнорируются, я потом полицию на вас напишу. Потому что мы все в этом повязаны. Если вы не будете перерабатывать мусор, то я тоже… Вот это как раз предвосхитили мой вопрос, потому что я хотел спросить, что делать, если есть люди сознательные, но вот как повлиять на людей несознательных, которые… Ну вот ему абсолютно… Боже мой, там я… Ну то есть, можно хоть кол на голове тиши. То есть, вот есть ли какая-то возможность добрым словом и пистолетом добиться больше, чем просто добрым словом, как говорил Аль Капоне? Тоже очень и очень тяжелый момент. Особенно сейчас, знаете, когда у людей есть такой уже изначально негатив к таким людям, как веганы, феминисты, экоактивисты и так далее. Как только ты приходишь к человеку, который такой, ну, знаете, под куполом живет, начинаешь ему что-то говорить, он сразу не хочет узнать, не хочет слушать, отстань, какую-то ерунду мне на уши вешаешь, у меня столько проблем, у меня на работе там проблемы, и то, сё, и пято, и десятое. Я не люблю людям тыкать, потому что я считаю, что, ну, например, ну, даже Латвия, я считаю, это привилегированная страна, особенно такая страна, как Англия. И это… Нам повезло, что у нас есть возможность перерабатывать, сортировать мусор, нам повезло, что мы можем об этом говорить, потому что люди там в Африке, в Индии живут на улице и живут своими мусорами, у них нету возможности не переработать, не об этом говорить, не открыть интернет и почитать, что происходит. То есть, мне кажется, что тыкать этим не нужно никому, потому что у каждого свои проблемы и причины. Я стараюсь это делать через социальные сети, потому что мне кажется, что вот человек один раз увидит, подумает, а, и чушь какая. Увидит второй раз, а может, в третий раз я напишу про какой-то другой топик, который будет ближе к вам. Например, первый раз я напишу про пластику, и такие, ой, ерунда какая, мне слишком тяжело это делать. Второй раз я напишу про мех, вы такие, а, вот я не знала никогда. А третий раз вы, ну, задумаетесь. Поэтому мне кажется, что вот таргетировать людей через социальные сети, через какие-то там, я не знаю, рекламы на улице, там в телевизоре и так далее, мне кажется, что… Ну, вот это лично мой подход, мне кажется, что это действенный подход, потому что чем больше… Если с больших сторон на вас будет подходить эта информация, вы больше к ней прислушаетесь, ежели чем просто один человек к вам сядет и скажет, ты живешь неправильно, делай так, так и так. Ну, мне кажется, что… Ну, я придерживаюсь такому подходу лично. Ну, вот социальные сети, как раз я хотел тоже про это спросить, что ты очень активно в социальных сетях, особенно там, я правильно понимаю, в Инстаграм, это основная площадка, вот. Но это ограничивается только вот пост написать, фотографию сделать, или это как-то часть какого-то, не знаю, проекта или часть каких-то действий, цепи действий, которые помогают и обучают людей? Ну… Как это вообще работает? Вот влияние на людей через соцсети и работает? Ну, социальные сети – это моя работа, да, и начала я это, естественно, просто по своему собственному желанию, и началось это просто писанием про путешествия, там, я делилась какими-то фотографиями, там, какими-то там советами с путешествий, что собрать, куда поехать, там, как дешевле купить билет и так далее. А потом, когда я уже начала путешествовать, и я увидела, что в общем мире происходит, какие наводнения, цунами, пожары, и все остальное происходит, видела, сколько пластика на пляжах в разных странах, мне показалось, что вот у меня есть 100 тысяч подписчиков, ну, а что я им показываю? Я им показываю, как купить билет за 2 евро в одну сторону, мне показалось, что я могу как-то лучше использовать вот свое отношение с этими людьми. Я как-то начала, ну, сначала просто делиться, вот, посмотрите, сколько пластика, да, что делать будем? Ну, а потом я подумала, ну, в смысле, я это людям говорю, а сама ничего не делаю, да, нужно сначала начать с себя, чтобы было какое-то изменение, нужно сначала все начать с себя. Ну, я как-то начала в своей жизни просто стараться сократить использование пластика, ну, и начала просто делиться, как я это делаю, и оказалось, что это настолько вообще легко, элементарно, я подумала, где я раньше вообще была, и, а теперь, что, когда я знаю эту информацию, я хочу о ней поделиться. Начала этим всем делиться, и вот у меня социальная сеть немножко поменяла свой стиль и смысл, и ракурс, и теперь это мое, ну, такое основное направление. Очень часто я работаю, я продолжаю работать с животными, с какими-то организациями по защите окружающей среды, и также работаю с разными благотворительными фондами, у которых, ну, вот, которые занимаются тем, что они через социальные сети делают какие-то социальные рекламы про пластик, там, я не знаю, про все, что угодно. И вот социальная сеть – это тоже то, как они обращаются к людям, и они обращаются через меня, и я им помогаю вот сделать какой-то контент, через который люди могут узнать больше про эту информацию. А ты не думала о том, чтобы, например, наезжать в свой YouTube-канал, или что-то в этом роде? Да, это все в планах. Ну, вот сейчас вот я буду делать проект в Южной Африке в октябре, и это будет такой очень-очень большой проект, которому я готовилась год. Я набираю сама волонтеров, которых я везу в Южную Африку, и мы будем месяц там убирать пластик с пляжа, и будем делать из этого пластика эко-кирпичи. Эко-кирпич – это пустая пластиковая бутылка, двухлитровая или там, ну, маленькая, в которую очень компактно спрессован мягкий пластик, и настолько, что становится твердым эта бутылка. И из этой бутылки можно что-то строить, использовать это как место кирпича. И из нее можно делать разные структуры, и эти структуры используют точно так же. Цемент, и можно делать все, что угодно. Там, начиная от скамеек и каких-то там, я не знаю, ступенек, люди строят школы, дома и садики по всему миру. Что значит быть волонтером? Как стать этим волонтером? В моей? Да-да-да. В моей команде, к сожалению, уже все места заняты. Нет, ну а вообще, это люди, которые чем-то занимаются в жизни, то есть это волонтерство, просто они, например, отпуск свой тратят, тратят, конечно. Ты своих волонтеров где нашла? Ну, в интернете. Ну, поскольку у меня уже в подписчиках очень много людей, которые тоже занимаются, либо учат, либо уже занимаются, там, защитой окружающей среды, экологии и так далее, и либо хотят как-то свое время провести с пользой, либо хотят набраться опыта для дальнейшей работы. То есть у меня микс людей, которые уже чем-то занимаются в этой направлении, и чей опыт я могу как-то использовать для своего проекта, и другая половина людей, которые хотят набраться опыта. И вот у меня такой микс людей, которые мы будем друг друга учить, друг от друга учиться и так далее. Что такое волонтер? Я была волонтером последние восемь лет, участвовала в восьми различных проектах. Это все происходит за той счет, от большого чистого сердца, так скажем, потому что ты хочешь, ну, я не знаю, сделать что-то, что-то, помочь природе, помочь животным. И как стать волонтером? Сначала нужно желание. Потом нужно зайти в интернет и понять, что ты хочешь сделать. То есть волонтеры, естественно, существуют в разных каких-то отраслях. Там либо помощь животным, либо помощь детям, либо там уборка мусора, либо все вместе. И сначала нужно определиться, чем ты хочешь помочь. Потом нужно определиться, где ты хочешь помочь. Потому что, естественно, как бы сейчас вообще существует такое отвлетвление туризма, как называется воло-туризм. Волонтерство плюс туризм. То есть, например, берешь месяц от работы. Едешь в Африку. Едешь в Африку, да. И там, например, два месяца ты где-то волонтеришь. Две недели где-то волонтеришь, две недели где-то там тусуешься, путешествуешь, знакомишься с новыми людьми. И замечательно проводишь время. То есть, и всем польза. И ты помогаешь, и тебе помогают, и все прекрасно. У нас есть звонок. Просто попросим Маргариту надеть наушники, потому что... Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. А вот у нас в стране, в нашей замечательной, теперь запрещено использование животных в цирке. Значит, первый вопрос, как вы к этому относитесь. И второй вопрос, если вы, так сказать, против, то на каком уровне, скажем, можно ли использовать собак, кошек, можно ли использовать птиц в цирковых номерах, я имею в виду. И вообще, если дойти до абсурда, а можно ли содержать в квартире тех же, не только домашних животных, но в квартирах же сейчас содержат, допустим, там обезьян, и тех диких, в принципе, животных содержат в квартирах. Вот как вы к этим всем проблемам относитесь? У чего-нибудь интересна ваше личное мнение? Спасибо. К тараканам в квартире отношусь отрицательно сразу хочу сказать. Спасибо большое за вопрос. Очень-очень интересный вопрос. И я считаю, что как раз-таки у нас в стране тоже вот нет информации по этому поводу. И когда у нас запретили использование животных в цирке, больше было негатива по этому поводу, потому что как так, а куда мне теперь с детьми ходить, а что мне делать вообще? Ну, вот такое горе. Я категорически против использования животных в цирке. Я не могу просто описать, насколько. И у меня, ну вот, я узнала про то, что происходит в цирке еще до того, как я начала учиться там, до того, как я поехала на Аляску. И для меня это просто был шок, потому что я всю жизнь ходила в этот цирк. Я всю жизнь фотографировала с этой обезьянкой. Смотрела на этих тигров, как будто бы это просто, это похо в цирк у меня было самое счастливое вообще просто день в году, когда перед Новым годом мы с моей сестрой туда ходили, конфеты давали, Дед Мороз. Ну, это просто было счастье. Но у меня знакомый там работал. Работал просто, ну, там что-то убирал или там разносил или что-то такое. И он мне просто случайно рассказал, даже не с, ну вот, не с такой энергией, что какой ужас, да, что так происходит, а просто рассказал, как внезначай, что вот это происходит, и типа, ну, окей, он там работал, он все это видел. Он мне рассказал, как тренируют медведя, чтобы они танцевали. Можно я расскажу? Ну, пожалуйста. Значит, берем медведя, берем его клетку и разогреваем пол клетки. Разогреваем настолько горячо, что он не может больше стоять, ему обжигают ноги, и он начинает с лапы на лапу передвигаться. В этот момент мы включаем музыку, чтобы медведь начал ассоциировать боль, нагретый пол с тем, что он переступает с лапы на лапу с определенной песней. И мы делаем это настолько долго, что эта песня начинает полностью ассоциироваться с болью. И когда мы уже включаем эту песню, медведь уже будет думать, что сейчас ему нагреют пол, и он, ну, чтобы не обжигеться, он будет переступать с лапы на лапу. И то есть, ну, вот, дрессура заключается, особенно таких диких животных, дрессура заключается только через боль, через пытки, через подавление их спирит. Духа, да. Духа, да. Только так. Если вопрос идет по поводу домашних животных, котов и собак, я считаю, что использовать их в цирке тоже необязательно. Потому что зачем? Ну, вот просто зачем их использовать в цирке? Если вы хотите дрессировать собаку для себя, чтобы она слушалась каких-то ваших команд, я считаю, что это совершенно другое дело, потому что это компанейские взаимоотношения. Во-первых, собака существует уже миллионы лет в истории. Это домашнее животное изначально. Медведь – это не домашнее животное. Тигр – это не домашнее животное. Слон – это не домашнее животное. Он не может существовать в таких условиях, которые мы им предоставляем в цирке или во время транспортации животных. А собака и кот – это совершенно другое. Это уже у них изменилось поведение ДНК, то, как они выглядят, то, какие у них зубы. Ну, вот со всем этим временем. Поэтому я считаю, что взаимоотношения между домашними животными, такими как кони, свиньи, кролики, кошки, собаки – совершенно другие. Если вы хотите дрессировать их для себя, во-первых, такие животные поддаются дрессуре намного проще, и их не обязательно мучить и бить для того, чтобы они вас слушали. Все это может происходить через какие-то там вкусняшки и так далее. И если вы хотите это делать, то вы можете это делать, но собака точно так от вас, ну, вы друг другу как бы… Что вы даете. Что вы даете, да. То есть вы о собаке заботитесь, она же вам делает какие-то трюки или помогает вам ходить куда-то и так далее. Потому что собака без человека жить не может. Где она будет жить? У нее больше нет условий. Но есть же дикие собаки, есть дикие коты. Очень мало осталось диких собак. Очень мало. Потому что я тоже против дрессуров животных в цирке, но тогда просто получается такая небольшая… Ну, если мы возьмем тех же самых собак или кошек, там известная семья Куклачевых, которые занимаются дрессурой кошек, я не знаю, как именно они дрессируют своих кошек, но если мы предположим, что они это делают без пыток, а на добровольной основе, и кошки не страдают, чем это отличается от домашней дрессуры кошки? Ну, если это такие же добрые отношения со своими животными, просто показывая эту дрессуру, ты еще берешь с людей за это деньги. Ну, потому что, конечно, можно ко всему приучить, но это стресс для животных. Выступление? Выступление, перевоз. Он же не у себя дома их показывает в им привычной обстановке, он их перевозит и перевозит на дальние расстояния, и эти все кошки живут вместе, а кошки, ну, вот так много котов как бы вместе жить не любят. И, конечно, как бы… Ну, там же тоже, естественно, есть какие-то свои подводные камни. Вот он привел нового кота, а они вместе не могут общаться. Что он будет делать котом? Куда-то его денет, правильно? Кому-то отдаст. Это стресс для кота. Или возьмет кота такого, который не может выполнять трюки, ну, вот просто как бы не хватает ему, я не знаю, там, я не знаю, физических элементальных возможностей. Куда он денет кота? Куда-то денет. Я не говорю, что он его там, я не знаю, выкинет, на помойку расчленит. Нет, но это все равно стресс для кота. У нас очень мало времени, а много вопросов. И очень много вопросов на одну и ту же тему. Они касаются финансов. Кто-то спрашивает, кто вам платит? Чем отличается зарплата волонтера от контрактника? И, ну, за чей счет поездка кто-то? Ну, вот целый ряд вопросов связанных, кто вам платит? Да, это самый главный всегда вопрос, кто мне платит. Ну, сначала, как только когда я начала это все заниматься, это все было абсолютно за мой счет. Я, в принципе, работала на четырех разных работах, чтобы отложить деньги, потому что, ну, я этим жила. У меня был смысл жизни, чтобы собрать деньги, чтобы я могла куда-то поехать, посмотреть животных, набраться опыта, потому что, ну, я верила в то, что в какой-то момент это мне потом, ну, вернется все, да. И начала этим я зарабатывать деньги, только, наверное, ну, какие-то деньги я начала зарабатывать три года назад. Сейчас это полностью моя профессия, уже как второй год. Кто мне платит? Я работаю, в принципе, весь мой доход, который у меня существует, он приходит через социальные сети. Я работаю с разными брендами. Во-первых, я занимаюсь фотографией, я занимаюсь видео, я занимаюсь написанием разных статей на тему экологии, на тему путешествий. Я пишу для разных публикаций, для разных журналов, там, в самолетах, там, везде. Это одна часть, потом я беру деньги за рекламу каких-то брендов, например, путешествий, каких-то компаний или туристических организаций в разных странах. Это второй аспект. И третий, вот я работаю с благотворительными организациями, у которых есть бюджет на то, чтобы какую-то информацию тоже через социальные сети пустить. Я понимаю, что сейчас у вас тоже одно из таких благотворительных мероприятий в ближайшее время произойдет. Да, 25 числа, в это воскресенье, я делаю мероприятие о том, и я буду рассказывать, для чего нужны социальные сети. И мне кажется, что социальные сети нужны всем. Это не зависит от того, чем вы занимаетесь, если вы блогер, если вы пекарь. Мне кажется, что любой человек может что-то для себя получить через социальные сети. И если особенно у вас есть какой-то бизнес, мне кажется, что это такая вещь, которую все должны использовать. И я хочу рассказать, как мне это помогло, и как это может помочь другим людям. И вход стоит 15 евро, и все деньги, которые я соберу, они пойдут в поддержку проекта, в котором я буду участвовать в октябре, я еду в Южную Африку, помогать носорогам, которых там очень активно истребляют из-за их рога носорожьего. Потому что в Китае из-за их медицины они думают, что если покрошить носорожий рог, и его там съесть или выпить, то он вообще просто там лечит рак. Ну, короче, вообще все лечит. Ну, это, естественно, полный бред, потому что носорожий рог состоит из кератина, из которого состоят наши ногти и волосы. Там нет вообще ничего. А их вырубают, убивают, истребляют носорогов и... Ну, понятно, отрезают им рог. Отрезают рог, и да. Очевидно, на страничке в соцсетях просто найти Маргарита Самсонова, и можно найти всю информацию, где это будет происходить. Да, МС, нижнее подчеркивание, Марга. Это буду я, да. Там можно найти всю информацию. Ну, ну что, наверное, подходит к концу наш интересный разговор. Да, жаль, о многом мы еще не успели поговорить. Но в следующий раз. Надеюсь, наши слушатели хотя бы заинтересовались всей этой темой. Я очень буду надеяться на это. У нас в гостях была Маргарита Самсонова, зоолог, активист.